Здарова всем, продолжаем проходить мод Ветер Времени. Я только зашел в игру, и видимо так совпало, что я сохранился и вышел из игры именно в тот момент, когда меня подзвал Ксев Михайлович. Я такой захожу, только появился, и сразу сообщение от него приходит, типа у него новое задание для меня есть. И знаете, что мне это напомнило? Это типа, ну, я такой думаю, блин, было бы офигенно, если бы был какой-то мод, который завязан на онлайне, и типа ты такой заходишь раз в день, и тебе раз в день какие-то квесты дают. Представьте такое на секунду. Ха-ха, это же полный бред, чё я несу. Ну не суть, давайте подойдём и поговорим. А, подожди, ты не Михалыч. А кто Михалыч? Ты Михалыч? Да, звал меня, что за работа? Да, звал. Слышал, ты шахту зачистил? Молодец. Конечно, парней жалко, мир им, но не мог бы ты мне принести их инструменты сюда? Хотел бы свой старый приёмник отремонтировать, чтобы сигналы с большой земли ловить. Поможешь мне? Как скажешь. Так, радиоматериалы, и судя по тому, что квест мне не засчитался сразу, так как я кучу радиоматериалов нашёл в прошлый раз, то где-то они, видимо, ещё есть. Так, отвлёкся, я монитор ставил на место. А то мне съехало немного. Так вот, судя по тому, что квест у меня не засчитался сразу, значит, всё-таки что-то ещё в той шахте осталось, и что-то ещё нужно найти. Только вот я не знаю, чего именно. Может, в квесте написано? Нет, в квесте не написано. Ну ладно, го, прошмыгнёмся, прошвырнёмся, посмотрим, чё я там ещё не нашёл. Ну, мне кажется, если я что-то и не нашёл, то это что-то либо не на своём месте стоит, по причине того, что я тут и гранатами раскидывался, и во время перестрелки этот предмет могло бы задеть, и он бы упал куда-нибудь. Либо это спрятано, но прям очень хорошо, потому что... Ну, я в прошлый раз вроде... Ну, не то, что прям досконально, но довольно подробно всё осмотрел, прокликал, и вроде как ничего не нашёл. Поэтому у меня даже нет идей, где это вообще может быть. Охереть, у меня 29 энергетиков, а в какой момент у меня их так много стало, что я даже не понял этого. Ну, наверху я всё осмотрел, ничего... А-а-а, вот оно, наверное, да? Нет, прикиньте, ещё что-то. Охренеть. Возможно, в этой комнате что-то, потому что я здесь особо не задерживался, по причине тут аномалия. Но в эту хрень заглянуть нельзя, я просто тут зря здоровье ушатал. Ну, тут, в принципе, два ящика, но я их тоже полностью обыскал, блин, ствол случайно подобрал. Хрен его знает, на какой ляд тебе эти материалы сдались. И хрен его знает, где их искать. Я, конечно, по приколу вот сюда зайду. Может, всё-таки тут где-то что-то будет. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Неужели придётся воспользоваться гайдами, чтобы мне найти недостающий материал? Что-то, знаете, не очень хочется. Так, я посмотрел гайд, но походу всё-таки где-то вот в этой комнате осталось. Причём, типа, самые такие трудные. Ну, около трудные я нашёл. А вот здесь я, видимо, что-то скипнул. Что-то, что лежало на довольно открытой местности. Да хотя нет, я всё здесь забрал. И тут, и там, и сям. И чё мне делать с данной информейшн? И тут лежали, я тоже забрал. Ааа, я вот эту хрень не забрал, серьёзно? Да уж, понятно. Ну всё, возвращаемся наконец-то. 12-13 минут записи у меня ушло на то, чтобы поздороваться, сходить в шахту и достать недостающие два материала. Ну, и не поспоришь. Вот техник, всё, что нашёл, принёс. Спасибо тебе огромное. Возьми награду. Кстати, я слыхал, сюда фанат идёт с агропрома. Слышал о нём. Я думаю, он был бы рад встрече с тобой. В одиночку справиться с контролёрами и зомбированными. Дело минимум достойного похвалы. Ну, будешь рядом, заглядывай. Пон. А с ремнобором для починки моста мне что делать? Не знаю. Наверное, пока чё-нибудь скину сейчас. И пойду. Пойду-пойду сюда, наверное. Ящик тут благо есть. Но ремкомплект этот, конечно же, я не могу скинуть. Да. Придётся с ним таскаться. Ну, пока вот всякие бутылки и еду поскидываю. Еды у меня очень много. Я не знаю, зачем мне еда в таком количестве сейчас. Потом, возможно, по квестам пригодится, конечно. Но явно не сейчас. Всё. Вот так вот. Ну и погнали по основному заданию. Тем более, уже темнеет. Так, появилась беда. Я слышу кровососа. А он меня цепанул даже. Ай! Их ещё и двое! Ужас! Ай, я убил его, ноис. Так, ну ладно. Щупло. Как бы. Продадим потом кому-нибудь. Опа! А чё это здесь? Дверь заперта. Ключ от южной шахты там имеется. Ну ладно, видимо, мне пока туда не нужно. Я пришёл. Учёными здесь как-то и не пахнет. Вернуться к леснику. Так, ну зато здесь пахнет артефактом. Надо бы его забрать. Главное не сдохнуть, конечно. А эта аномалия вполне может мне обеспечить смерть. Ага, вот он. Ай, всё, отойти. Так, чё я налутал? Чёткий. В остальном здоровье плюс один. Всезащита плюс один. Термозащита плюс четыре. Ну и радиация плюс один. Понятно. Значит, пока для меня бесполезно. Не знаю, есть ли смысл идти к танку. Типа телепорт. Ну давай пойдём в него. Он же, по сути, к леснику переносит. Это было бы удобно, чем огибать весь ржелез. Хотя, с другой стороны, тут, наверное, и мутантов будет. Соответствующее количество. Вау. Две пси-собаки вот так вот сразу. По-настоящим поработал. Но ни одного хвоста не выпало. Так, я почему-то был уверен, что это будет иллюзия, но это оказалось настоящей. Ну вот и всё. Да, эти хвосты, друзья, спасибо. Радиация. Но пока они сильно душат, не буду использовать антирад. А водку я всё выложил. Так, и чё здесь? Телепорт рабочий? Ну, по крайней мере, я его не вижу так визуально. А чё, тут можно пулемётик забрать? А, меня перенесло. Блин, нет, подожди, я не хотел. Телепорт тут есть. Так, а куда наводиться надо было, чтобы... Понятно. Не, ладно, походу там пулемёта нету. Я прокликал танк полностью практически. И не нащёпал ничего. Учёных не было возле аномалии? Ты в этом уверен? Хорошо обыскал местность. Именно. Удивительно. И проводник пропал. Вот это уже странно. Он ведь любую опасность за километр чует. Может, и вправду случилось что? Ладно, солдат. Я пойду тебе навстречу и пошлю кое-кого разведать края, либо сам схожу. Но ты мне будешь должен. Как что прояснится или зайдёт в тупик, дам знать. Хорошо, буду ждать сигнала. Ну, раз так, значит, пойдём сейчас, блин, в Лиманск. Нужно что-то порешать с наёмниками. Информацию о них какую-то разузнать. А спальное место есть где? Ну, я, по крайней мере, на карте не вижу. Ни у лесника, ни где-либо ещё. Грустно, но придётся ночью, значит, идти. Просто ночью не очень хочется играть. Хотя, по-моему, тут в Рыжем Лису есть какой-то квест, завязанный на ночи. Точно не помню и не знаю. Но вот. Я вчера случайно-то глянул немножечко третью серию своего прохождения. Ну и судя по тому, как я раньше продвигался и как я продвигаюсь сейчас, то первая серия, да, хоть я там и не слишком много наиграл. Ну, хотя нет, я там наиграл на дефолтную серию. Минут 50 я играю или 60. То я за одну серию сделал столько, сколько я сделал там в первом прохождении за полторы или чуть больше. А, тут есть спальное место, слушай. Но я, наверное, не буду спать. Потому что, опять же, что-то ночью тут будет происходить, насколько я помню. Так, а чё, мне опять через тоннель идти? А может, мы как-нибудь с вами мост починим, а? О, я подошёл к пульту управления, появилось задание опустить мост. Давай, я могу. Всё, выполнено. Парни, не благодарите. Ну, вообще, это я для себя сделал. Вам-то чё, вы тут так и будете сидеть? Опа, я чё-то сюда не заглядывал. А чё, тут есть что-нибудь вкусное? Имеется, конечно же. Ящики ваши мы тоже сейчас вскроем. Чё-то аж подфризывает, когда я ящики ломаю. А чё, содержимого не было или оно просто вниз провалилось? Нет, содержимого не было. К сожалению, ладно. В шкафчиках чё, есть? Есть, да. Так, ну, радиация меня продолжает грызть. Давай, так уж и быть, выпьем водку, которую я только что подобрал из ящика. Мы ждём, пока опустится мост, хотя я уже по нему могу пробежаться. Чё, я могу? Ну, да, могу. Почему бы и нет? Аптечек у меня довольно много. Переходим в Лиманск. Ну, здравствуй, Лиманск. В очередной раз. Сталкер, это я, Сатрап. Помнишь, я говорил о деле? Заходи, поговорим. Так, хорошо. По пути, кстати, у нас ещё будет возможность залутать тайник труба у помойки. Название, конечно, не самое престижное, но, надеюсь, содержимым этот тайник нас точно удивит. Опа, не понял, кто сюда энергетик поставил? Или он тут был? Опа, тут мины аккуратнее. Ай, 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 ай. Аномалия закоцала. Так, я вот не помню, как тут надо идти, чтобы не взорваться. Каждый раз, как будто в первый раз. Но, вроде бы, тут уже мины будут потихонечку кончаться. Ящик пустой. И я успешно пробежал. Найс. Вот он, двор наёмников, а тайник чуть дальше. Ну, сначала за тайником сбегаю. Пока на мне энергетик действует. Чё, мне зря в диалогах прожигать эффект восстановления выносительности, верно? Тайник располагается во дворе, в котором я в прошлой серии завалил собаку по заданию наёмников. Чё-то ещё что-то имеется? Вроде нет. В кустах тут где-то лежит. Ну, вот оно. Эээ, ну, 10 консерв, 4 энергетика, водка. В принципе, за энергетики спасибо, конечно. Но 10 консерв мне не очень надо, хотя водку я сейчас бахну. Пьяным поговорю с наёмником. Ну, просто мне радиацию вывести надо, понимаете? Что у тебя за дело? Входа в Лиманск будет ждать один человек. Он должен передать мне какую-какую важную информацию. Нужно кого-то послать туда, встретиться с ним. Желательно кого-нибудь проверенного и неприметного. Желательно кого-нибудь проверенного и неприметного вроде тебя. Хорошо, я помогу тебе. Отлично. Всё, что он тебе даст, разнеси мне. Понятно. Вопросы пока ему задавать не могу. Ну, может, после этого задания смогу задать пару вопросов. А то как мне у него ещё инфу получать, верно? Ну, насколько я помню, тут будет выбор. Я могу либо наёмникам здесь помочь и уничтожить долговцев, либо наоборот. И, по-моему, в первом прохождении я выбирал сторону наёмников. Точно не помню. Но у меня на третьей серии, на превьюшке, я валю какого-то долговца. Я не знаю, к чему это было, зачем. Но, наверное, тут я займу сторону долга. Хотя, опять же, утверждать точно не буду. Вот он, этот человек. Отмычка от Сатрапа. Вот, держи. Спасибо. Открыть нельзя. Небольшой синий ящик. На поверхности выгравирована символика синдиката. Вот, держи свой контейнер в целости. Так, посмотрим. Это что за подстава? Чё такое? Тут взрывчатка стоит. Вот что. При открытии кейса рванёт. Ты что мне тут принёс? Ты взорвать меня решил? Отвечай. Я ничего не знаю. Я просто передал тебе то, что мне дали. А, ну хотя я погорячился. Это же специальный кейс. Наш, фирменный. Такой никак не взломать. Ну, если только ты где-то такой же пустой не нашёл и начинил взрывчаткой, а информацию себе взял. Хотя ты должен был узнать заранее как-то. Короче, знаешь чего? Я вот что надумал. Надеюсь, ты надёжный парень, доверять тебе можно. Знаешь, кто мне информацию должен был поставить? Кто? Долговец звонцов с блокпоста в Рыжем Лесу. Если не он лично, то через посредника так надёжнее. У нас что-то типа контракта на взаимовыгодных условиях. Он мне информацию, а я ему оплату. Но что-то мне подсказывает, таким вот образом он решил прервать наш контракт. Ну что ж. Ты это знаешь, что сделай? Что? Убей того звонцова и всех, кто вокруг него. Весь блокпост уничтожь. Они все были в доле, и они все это заслужили. ПДА звонцова мне принеси. Ну что, согласен? Я подумаю. Угу. Ну и чё? Интересно, я могу пойти звонцову сказать об этом? Или я должен сразу их всех убить? Но у меня есть сейчас три варианта. Я согласен. Я могу сдать то, что, ну, мне долговцы сказали шпионить на них. Либо я ещё не принял решение. Давай посмотрим, что будет, если нажать. Типа, я... Ну, мне дали задание. Ну-ка. У него есть задание узнать побольше о вашем лагере и добыть информацию. Сказал, что не в курсах, что мы тут делаем? Вот же врет. Да ещё и информацию решил с нас взять какую-то. Видать, он решил, что раз мы тебя не стали убивать, значит, нельзя нам доверять. Знаю я, свидетели, все дела. Но нельзя же лишать жизни каждого. Причём, лично наша группа здесь не для этой цели. Многие-то из наших оружия видят впервые. Оно так, на крайний случай. В общем, я остаюсь непоколебим. Убей звонцов и вырежу всех долговцев на одном блокпосте. Эти твари заслужили такое. Я всё ещё не принял решение. И чё делать? С одной стороны, ну вот в диалоге, который я поражал, он надавил на жалость. Говорит, да чё, да мы тебя не стали убивать, потому что мы всех подряд не убиваем. Мы тут все впервые, там, оружие впервые держим. Оно так, на крайний случай. Ну, долговец, конечно, тоже мутный тип. Мог бы сразу сказать, что они там что-то с ними мутят. А он говорит, да мы не при делах. Мы не знаем, чё они там. Убей их, пожалуйста. Ну, точнее, разузнай инфу. Вот почему, судя по всему, я принял сторону наёмников, да? Хе-хе, в первом прохождении. Эх, собака, чё делать-то, э? Ладно, давайте разнообразие ради, я реально пойду, долговцам обо всём сообщу. Или чё? А можно ли вообще сейчас будет чё-то долговцам сказать? Вот в чём прикол. Вдруг я сейчас время впустую просру. Ладно, го попробуем. Из-за чего я отгружусь на вот этот сейф. Но чё-то у меня сейчас закрались подозрения, то что тут и нельзя выбирать сторону. Хотя, с другой стороны, это же ветер времени, ёптанах. Великий мод с кучей вариативности. Поэтому, возможно, я действительно имею выбор в этом квесте. Так, мост тут всё ещё не опустился. Понимаю. Беззвучно так опускается чисто. А-а-а, да, я не могу с ним говорить. Типа, у меня нет выбора. Хе, лол. Ну, либо я что-то другое должен сделать, чтобы у меня был выбор. Я не понимаю, выброс начинается. Ладно, походу тут без вариков. Хотя, может быть, мне сначала нужно взять квест на убийство, а потом долговцам рассказать? Вот я тупой, кстати, реально. Ну, короче, я согласен. Вот и прекрасно. Помню, убей каждого. Пронеси мне ПДА с трупа Звонцова в качестве доказательства, и я тебя щедро вознагражу. Как скажешь? Щедро? Это как? Это ты мою стартовую снарягу вернёшь? Которая мне уже не так уж и нужна. Ладно, посмотрим. Э, да чё за фиг... А, подожди, я же отгружался. Всё окей. О, пацаны засуетились и в укрытие побежали. Слушай, кстати, если я их буду убивать даже сейчас, мне же проще их всех будет убить. Типа, мы все будем в одном помещении, я просто их расстреляю с калаша и всё. Так, быстрее опускайся. А, это, кстати, не выброс, это пси-шторм. Тем более быстрее опускайся, пси-шторм так-то быстрее раскочегаривается, чем выброс. Ну, выброс, конечно, за раз зато убивает. От пси-шторма можно попробовать мансануть от некоторых зарядов. Но, тем не менее, всё, здорово, мужики. Так. О, можно спросить, кстати. Да, давай спросим. Только я сначала сохранение сделаю. У тебя есть связи с наёмниками? А почему ты спрашиваешь? Просто интересно. На данный момент ни мы, ни я лично с наёмниками не контактируем. Это всё, что я могу тебе сказать. Отпереди давай. Так, ответ меня не устраивает, перезагрузка. Наемник Слиманска-Сатрап сказал, что вы поставляли ему информацию. Так, ты теперь всё знаешь? Вот оно чего. Эй, парни, у нас тут все знак образовался. А ну валите его нахрен. Парням вообще насрать. А этот встал как... Я не знаю кто. Ну, короче, да. Долго цвета. Падлы оказались. А я ещё хотел подумать, вашу сторону принять. Не, кстати, тут на самом деле, мне кажется, без вариантов. Хотя, хм. Можно закинуть гранатку и выбежать из этого помещения. На 5 сек. Всё. Готово. Я как бы пси-шторм переживаю. И долго со всех развалил. Абакан. Кстати, есть желание какой-то с Абаканов сыграть. Тайники лутаю на Янтаре, на складах армейских. Спасибо, спасибо. Спасик налутал. Тос, конечно, ружьё на века. Но со Спасом я дольше в замесе с мутантами проживу. В Ружьем Лесу тайник. На Янтаре. Так. Это всё сюда. Ну, корот мне уже не нужен. Абакан, конечно, хуже по состоянию. Но сделаю так. Стволы эти я не знаю. Чё, ну, блин. У меня перевес. Ладно, я их просто в ящик выше скину. Может, когда-нибудь мне будет не впадло их продать. Хотя, кого я обманываю. Я их просто прямо сейчас сюда скину. Зачем они? Лесник покупает по копеечному курсу. А продавать кому-то ещё я не знаю кому. Кстати, тайник рядом. Нужно будет потом обязательно сходить. Тайник за валунами. У одного лоха стрельнул адрес нычки. Коричневый рюкзак за камнями. Помозговать бы ещё как проникнуть туда. Ну, что-то описание какое-то, конечно, я не знаю, будто я с бандита снял этот тайник. А не с бравого болца. Бойца долга. А какие вообще тут локации есть? Я забыл. Ну, есть Ржелес, Лиманск. Это понятно. Янтарь, Склады, очевидно. Радар ещё, судя по всему, имеется. Да, рабочий. А я вот вообще не помню то, что тут радар есть. Мёртвый город. Завод Росток. Заброшенная фабрика. Агропром. Ну и всё. Слушай, а локаций-то тут достаточно по итогу. Я думал их намного меньше. Ну, такой мод, как Ветер Времени, всегда в кайф записывать. Тут сейчас на момент записи на первой серии ещё 10 тысяч не набралось. Всего 7,5 за 18 часов. Не, ну это хороший результат, но тем не менее. Но даже если и не наберётся 10 тысяч, там я всё равно буду проходить этот мод. Потому что, ну, мне тупо нравится, чё. Всё, Псиштор мы пережили. Возвращаемся в Лиманск. А в принципе нам больше делать и нечего сейчас, да. Чисто ждать вести от Лесняка. Ну, а пока их нету, то вот бегаем тут, суету наводим. А чё в КПК, кстати? КПК Долговца с блокпоста в режим лесу. В сообщениях содержится часть переписки с лидером наёмников с отрапом по поводу продажи документов из лаборатории Х8. Далее, по следующим сообщениям и заметкам, становится ясно, что все Долговцы продавали информацию наёмникам, а далее нашли себе нового покупателя, который платит дороже. Пон. А чё, обязательно вот так вот по-крысиному прерывать сотрудничество, взрывчатку отправлять? Мне кажется, можно было бы и сообщить то, что, ну, у нас есть покупатель подороже, как бы. Так что ББ. Ну, и тут уже, ну, хотя наёмники, мне кажется, им бы не простили такого, хотя с другой стороны, а хрен его знает. Вот, держи ПДА Звонцова, все убиты. Благодарю тебя, военный. Держи награду, ты сильно нам помог. Теперь, когда предатели мертвы, мы можем спокойно собирать свои монатки и уходить, оставаться здесь небезопасно. Бархат он мне кидал, артефакт, который даёт опять радиацию. Ну, суки, дайте мне артефакт без радиации уже хоть какую-нибудь. Установление силы ещё плюс 2 даёт удар, плюс 1, всей защиты плюс 3. Но установление силы здорово, конечно, но ёптанах. Чё мне делать-то с этой вашей плюс радиацией? Кстати, я хотел к ним в подвал заглянуть. Чек, ну чё тут? А, меня ж тут держали, точно. Ничего интересного. Ну, возвращаюсь в Рожелес. Правда, вести это лесника так и нету, и чё делать? Пока без понятия, но думаю, там разберёмся. Но, учитывая то, что спальное место есть только на блокпосте Долговцев, то тут я и посплю, пожалуй. Буду по часу скипать, смотреть, когда лесник свяжется со мной, потому что не хочется сразу до утра спать. Вдруг я реально скипну здесь некий ночной квест, который, возможно, даже не существует, и это всё мои фантазии, но кто его знает. Да и тем более, чё мне будет от того, что я по часу сплю. Так, ладно, я поспал уже где-то 3 или 4 часа. И мне кажется, тут дело не в том, что нужно скипать время, а дело в том, что мне нужно куда-то подойти. Наверное, к хате лесника, чтобы обновился квест, потому что... Потому что потому. Но вообще, я хочу вот сюда сходить. Всё-таки удивительно, почему рядом с лесником нету спального места. Но я сейчас подбегу. Если ничего не произойдёт, я просто отгружусь сейчас на сейф, который сделаю после залутывания тайника, и всё. И тайник-то, походу, не за забором, блин. Вот здесь он. Так. Колючка, кстати, на радиацию минус 3. Найс, 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 найс. Я тогда повешаю на пояс, чё? Восстановление силу плюс 2. А тут пожёстче восстановление сил. Давай. Восстановление сил мне очень надо. Так вот, сделаю сейф 7. Если у лесника ничего не произойдёт, то отгружусь сюда, и хрен с ним посплю до утра. А пока побежали. Чё это за херня? Это я в аномалию попал какую-то, или это мне просто херово стало? Не понял, прикола. Ну и... Чё? Ничего. Тишина. Ладно, отгружайся, сплю до утра тогда. Ну или до того момента, когда мне лесник скажет приходить, я не знаю. О, задание обновлено. Контакт отправится к леснику. Фанат написал, лесник написал. Сейчас всё прочитаем. Солдат, это лесник. Нужно твою ситуацию по учёным обговорить. Зайди ко мне, как будет время. И фанат написал. Военные, мне сказали, что это ты зачистил логово контролёра. Я фанат, пришёл с янтаря. У меня тут дело есть. Зайди, если время будет. Найдёшь меня и моих ребят в шахтах. Понял, ну вот и насыпали нам на голову квесты. Замечательно. Сразу бегу к шахтам. Сначала возьму задание у фаната. Нормально, вот тут обустроились. Правда, трупы не убрали. Ну и вот он, фанат. Старый добрый. Ну здравствуй. Ты фанат? Звал меня? Да, мужик, звал. Слыхал, ты здорово сталкерам помог. Вот пещера освобождена от монстров благодаря тебе. Я хотел бы кое-очего тебя попросить. Что ты хочешь? Ты вроде человек знающий и опытный. В общем так. Мы с нашими шли сюда с янтаря на армейские склады. Была уже тёмная ночь, когда мы шли через заповедник. Идём, как ни в чём не бывало, приходим сюда, осматриваем всех и замечаем, что одного нет. Никто не понимает, как он мог отбиться от нас, если шли следом друг за другом по тропинке. Ты случайно не видал такого? Проныры кличут. Нет, не видал. Куда он мог деться? Без понятия. Он на янтаре дозу излучения цепанул нехилую. Позже бред всю дорогу нес. Мы думали уже дойти до безопасного места, допилюль дать ему от такого дела. Но он сам делался куда-то. Пропал на пустом месте. Мы одного нашего послали на поиски бойца, так и тот не вернулся. Что же делать? Чертовщина какая-то происходит. Наутро пробовали обыскать лес. Ещё бы. Мы все вместе выдвинулись туда. Следили друг за другом. Вообще никаких следов пропавших людей. Абсолютно. Только на кровососов нарвались. Знаешь, что самое интересное? Мы-то, когда по грязи шли, след ботинок знаем того первого бойца. Следы его нашли, смотрим, а след обрывается. Так и не поняли. Исчез он что ли без следа? Если бы на том месте был пространственный пузырь, то мы бы и все в него угодили. Так почему именно он один? Я ни черта не понимаю. И куда делся второй? Убежал со страху? Поможешь нам в этом разобраться? Я тебе по гроб жизни буду обязан. Ладно, постараюсь что-нибудь нарыть. Пон. Теперь пойдём к леснику. Снова здравствуй. В общем, места у аномалии буквально не тронуты. Мутанты не могли бесследно рассащить остатки нескольких человек. И что мне делать? Ты мог бы прямо сейчас на янтарь на озеро выдвигаться? Там уже и бункер учёных. Слушай, если хочешь помочь ребятам, у которых аномалии спарились, возьми эту вещь. Это старый детектор, слегка подкрученный. Он ищет пространственные порталы. Побегай там, поищи его. Я думаю, что дело в этом. Как мне его использовать? Ничего сложного. Если ты применял детектор артефактов, то это точно так же. Думаю, объяснил. Ну? Думаю, да. Ну, я пошёл тогда. Так. Детектор лесника. Переделанная старая модель... Подожди. Старая модель детектора отклик. Артефакты в аномалиях не ищет. Вместо этого направленным импульсом способен показывать пространственные гравитационные аномалии. К примеру, телепорты или пространственные пузыри. Больше он ни на что не годен. Понял. А чё, дед, признавайся, на крыше у тебя есть чё-нибудь? Может, пространственный пузырь? А? Я помню, в каком-то моде был. Но нет. Это чё-то на крыше у деда? А ну-ка. Да уж. На крыше у деда вообще ничего нет. Ладно, сейчас я скину лишний хабар в ящик и отправимся сюда. Может, по пути заодно найдём место, где пропали пацаны. Вот, я пробегал место, где мне херово, типа, стало. Может, это то самое место? И мне туда нужно с детектором лесника сходить. Ну, я почти уверен, что в квесте с фанатами мне тоже детектор лесника должен помочь, типа. Поэтому хрен его знает. Сейчас я разгружусь и пойдём. Но сначала всё-таки... Чё это? Кто это? Это Ниппон. Какие ещё одиночки? Два человека. Кто это? Ну, без понятия, но это в том тоннеле вот этот, в который стрелок забегал, помните? Пойдём чекнем. О-о-о-о. Так. Кто такие? Мужик в севере какой-то. И мужик в экзоскелете. Стёпа-спасатель. Чё нового? Скажи мне, что тут новое дело? Понятно. Обычные пацаны, лол. Ладно, я вас понял. Ну-ка, тут есть что-нибудь? Не знаю. Отсюда не ловлю, а ближе подходить не хочу. Урон получу по-любому. О, поляна трупов. Найс, точка. На склады, кстати, переход сразу есть. А это куда? На янтарь. Ну, на янтарь мы позже пойдём. Так, ну чё, я потихонечку подхожу к этому месту. Искать пространственный пузырь. Задание обновилось. Окей. Ищем. Опа. Чё-то засёк. Вот он. Войти в аномалию. Ну, погнали. Так. Понятно. Обыскать тела. Вот они учёные. Доцент Шолохов. Или куда там ударение ставить? Лаборант Козловский. Антирад. И КПК Козловского. Подавая учёного, найденного мёртвым в рыжем лесу. Помимо пометок, сообщений и найденные данные о пути на янтарь. Хорошо. Переход на янтарь направится к лагерю учёных. Всё. Вот так вот сразу меня отправляют. Тут у нас ещё пусто. Так. Тут я помню. Вот. Ключи от южной шахты. Это чисто выйти отсюда. Понятно. Ну, неужели тут больше ничего нет? Это ж такое жёсткое секретное место. Интересное. В которое можно было бы, наверное, много интересного запрятать. Ну, чё-то по итогу. Нету тут ни хрена. А чё по поводу этого? А, можно у лес... Нужно, точнее, даже у лесника спрашивать по поводу этого сталкера. Понял, понял. Пойдём спросим тогда. А, детектор лесника сразу пропал. Понял. То есть для дела с фанатом он не потребуется. Ты не знаешь сталкера по кличке Проныра? Не слыхал. Что-то случилось? В шахтах фанат обосновался. А его боец Проныра без следа пропал в лесу ночью. Ещё одному не повезло. Наверняка ты знаешь немного об этом лесе. Что полон каких-то портальных аномалий, которые почему-то активируются лишь в ночное время. А днём ничего. Вероятно, он попал в пространственный пузырь, который переместил его в таинственное место. А остальные обошли его стороной. Аномалии ещё с 2012 года бушуют здесь. Сначала мутанты всё пропали. Но кроме некоторых. Потом стали исчезать люди. Вошёл в лес и в ночь не вышел. Недавно ещё какой-то призрак объявился возле аномалии электрической. Что это за привидение? Люди поговаривали, что увидели силуэт какого-то сталкера, который строго в одно и то же время, примерно с часу до трёх, бродит около аномальной чащи. Что-то шепчет. Его многие опасаются, так как не понимают, что это такое может быть. Вот уже второй год подряд, абсолютно каждую ночь, ровно по одному и тому же маршруту следует, а потом исчезает. Вдруг ты захочешь повидать его? Ищи его очень поздней ночью, аномальной рощи и прилегающей местности. Опасайся порталов. Ага, разгадать тайную лесу, найти призрак сталкера. Ну, я думаю, чтобы разгадать тайную лесу, по-любому нужно с этим призраком побазарить. А для этого мне нужно поспать. А спать можно, блин, только на блокпасу долго. Так, с часу до трех он сказал, но сплю до часу. Задание обновилось. Жрем, пьем и погнали. Опа, попался в телепорт, видимо, один из. Ночью тут же типа хрен пройдешь. Так, ну я подхожу уже. Я вижу этого призрака. Здарова. Все в порядке у тебя в жизни? Одинокий скиталец. Когда-то меня звали Бродягой. Мое тело сейчас находится по ту сторону реальности. Сходи к Сахарову. Возьми у него препарат для паралича нервной системы. Пожалуйста, найди меня и освободи. Понял. Но, похоже, все дороги ведут на НТР. Теперь уж точно. Поэтому в следующей серии мы отправимся на эту локацию. А пока всем спасибо за просмотр, господа. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии Ветра Времени. Обязательно вступайте в группу. Заходите в телегу. Все есть в описании. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok